Да что вы меня закрываете-то? Почему более 2 миллиардов тенге мы его изменили? Хо, это, ну, нонсенс. Откройте меня. Смотрю на ютубе канал «Правдолюб. Казахстан, Россия. Борьба жителей с ПСП Серик за природу и землю». В очередной раз понимаю, как далеко могут зайти наши оппоненты в том, чтобы ввести в заблуждение как население города, области, так и местные исполнительные органы в лице Акимата города, Акимата области, другие государственные органы. То есть, просмотрев неоднократно этот ролик в ютубе, я могу, чтобы не быть голословным, потому что они в основном выступают на публику. Они говорят это, не основываясь на каких-то документах. Я специально подготовился к этому ролику, дабы сделать отсылки, определенные отсылки на документы, в частности, решение Верховного суда, касационной коллегии, о которой мои оппоненты говорят, на разъяснение определения к этому решению, переписка с областным Акиматом, фототаблицы, ну и так далее. Все разрешительные документы, все это у нас есть, есть давно. Да, действительно, они правы, что уже второй год тянется вот этот конфликт. Конфликт, на чем он основан? Изначально, 23 декабря 2019 года, нам был одобрен инвестиционный проект, который мы именно на региональном координационном совете в Акимате области, в присутствии общественников, в присутствии представителей экологии, местных исполнительных органов, как областного, так и городского уровней. Мы презентовали и защитили свой проект, который был одобрен на первоначальном названии «Строительство базы отдыха и аквакультуры карповых пород». То есть, планировалось нами осуществить там именно такие вот сооружения, так как эта зона относится к рекреационной зоне. И наш выбор, вот отвечая на тот вопрос, который задается в этом ролике, да. Обоснование, почему именно здесь вы захотели построить свой социал-парк и разводить рыбу? Почему наш выбор пал именно на эту территорию? Да, в первую очередь, потому что было больно смотреть на то, что там происходило ранее. Это реально была свалка. Давайте обратим внимание на ряд публикаций, которые в интернете пестрят со стороны наших оппонентов, в частности, вот госпожа Румянцева. Я цитирую ее слова. С 2019 года вдоль береговой линии ТОПСП Серик начала активно производить вырубку лесного массива. Это был не сушняк, это были живые деревья, растущие десятилетиями. Лесной массив был ухожен, местные жители ухаживали за лесом. Давайте посмотрим кадры видеосъемки 2019 года. Что же здесь было в действительности? Вот деревья 2017 года и вот 2022 год. Мы видим, что все те деревья, которые здесь росли десятилетиями, они сохранены. Более того, приумножены новыми видами хвойных пород, клены, ясени, можжевельники, туи. Выращено и высажено более 230 видов различных деревьев, кустарников на данной территории. Все это вы видите на представленных кадрах. Вот смотрите, там где располагается сейчас социал парк, вот это въезд. Мы видим, что на этом месте ранее была натуральная свалка, свалка мусора. Здесь стояли контейнеры, потом их убрали, но люди по привычке продолжали носить сюда мусор. Мусор и собаками, и птицами был на большой территории разбросан. Вот это все здесь сжигалось неоднократно, постоянно был дым. И опять цитирую. На этой береговой линии ПСО «Мичуринская» был пляж, организованный за счет собственных средств жильцами. Был свободный доступ к реке. Местные жители и дачники пользовались берегом реки, купались на пляже с детьми, плавали на лодках, рыбачили. Теперь же доступ к реке нет, так как бизнесмен закрыл все проходы к реке ограждениями. Смотрим, что же здесь в действительности есть. Посмотрите, мусор, намываемый годами на эту прибрежную территорию. Вот, отлично видно, да, сколько здесь было мусора. Наши соседи, вот Нурмагомедов, участок Румянцево, Копняево, имели свои личные пирсы здесь. Вот один пирс, вот второй пирс. Хорошо просматриваю, у Нурмагомедова здесь вот пирс идет. Значит, их ограждения проходят прямо до береговой линии, до уреза реки. Соответственно, никакого пляжа здесь не было. Доступа жильцов окрестных, так скажем, садовых товариществ к этому месту обеспечено, никем не было. Эти люди, Копняево, Румянцево, они пользовались этим берегом только лично, никому не обеспечив никакой проход, никакой пляж. Все было просто в запущенном виде. До данных работ здесь было широкое место реки Чиган, была природная заводь, естественно, озеро, где нерестились рыбы, жили утки, бобры, раки, приплывали лебеди. Вот мы видим, да, что здесь видно и валежник, и мусор, да, то есть совершенно-совершенно не облагороженная территория, просто мусор, свалка, никакого пляжа, никакой насыпи, песочка. И, в частности, к примеру, написано, что люди пользовались рекой и поливали с реки огород, пользовались поливом с реки. Теперь не имеют возможности, кто эти люди. Мы видим, что в окрестности к этой территории больше не граничит никаких дачных участков, только лишь участки, опять-таки, наших соседей. Вот раз, два, три. Больше никаких участков здесь нет. Кто поливал, кроме них, тоже это все идет обман, сплошной обман. То есть полив обеспечивали, только, возможно, они сами. Это снимки 2019 года. В общедоступной среде сайт называется Уральск360. Любой может зайти и прям посмотреть, как это выглядело ранее. То есть говорить о том, что здесь раньше было хорошо, здесь раньше было замечательно, был пляж, был доступ людей к реке. Тут даже протоптанной дорожки к этому месту нет, потому что никто этим местом не пользовался, потому что фактически здесь никакого доступа не было. Все было заросшее, все было просто-напросто забыто. И вот эта образовавшаяся стихийная свалка сюда, честно говоря, просто никто не хотел даже приходить. Какой смысл в этом мусоре отдыхать? А сейчас перейдем к моменту, который является основным суждением наших соседей-смежников о том, что якобы ПСП Серик берег реки отсыпал. И, опять цитирую, засыпана третья часть Чигана, практически половина реки. ПСП Серик произвел сужение русла водного объекта на расстояние от 30 до 60 метров. Сужение. То есть мы должны были вот эту реку, которую фактически 60 метров, как минимум наполовину вот так засыпать. Мы сейчас перейдем к другому видеосюжету, где в программе Google и в ПРО вот эти суждения мы в пух и в прах разобьем. Вот смотрим хронологию изменения береговой линии реки Чиган с периода 2003 по 23 год. То есть за 20 лет. Нынешние. Апрель 2023 года. Высота везде одинаковая. Место фотографирования со спутника одинаковое. Место дислокации, локация одинаковая. 424 метра. Обзор с высоты. Координаты все те же остаются. Запоминаем. Берем, значит, линию, которая социал парк якобы и наклеиваем на нее прям по этой линии стикер. И посмотрим, как менялась она, не менялась. То есть зашли ли мы, ушли в сторону реки или нет. Давайте возьмем более ранний период. Сначала 2003 год. Вот. Пожалуйста. В 2003 году берег находился даже более вглубь реки. То есть мы, получается, когда делали обустройство берега, мы углубились внутрь. Расширили даже береговую территорию по отношению к 2003 году. Вот береговая линия проходит. Вот сейчас где находится парк. Возьмем 2004 год. То же самое. Видно, да? 424 метра. Те же координаты. Вот. Изменения. Третий год. Посмотрите. Четвертый год. Возьмем период десятилетний, допустим. Вот. Октябрь 2012 года. 424 метра. Те же координаты. Посмотрите. Береговая линия проходит. Возьмем еще более. Ноябрь 2014 года. Посмотрите, где береговая линия проходит. Средний урез реки. Парк сейчас вот по этой линии, где стикер. То есть линия еще более углублена в реку. Так. Какие периоды? Давайте. 15-й год. Ноябрь 2015 года. Вот как раз мы идеально находимся по линии, где парк расположен. Так. Давайте еще углубимся. 16-й год. Зима. Не видно. Вот. Октябрь 2016 года. 424 метра. Те же координаты. Посмотрите. Линия береговая. Вот она. Ее видно прекрасно. Наши оппоненты говорят о том, что мы куда-то что-то сместились. Где-то мы захватили, углубили или сузили берег. Ничего подобного. Вот. Это хронологическая линейка, которая доказывает, что мы ни на йоту не сместились. И берег не ушли в сторону водоема. Доказательства. Соответственно, что мы делаем? Мы разрабатываем рабочий проект, в котором у нас идут согласования со всеми службами. В том числе с ГАСКОМ, с ЖАИК-Каспийской водной инспекцией. То есть, все согласования здесь у меня есть. И экспертизы по рабочему проекту. Две экспертизы, которые подтвердили, что этот рабочий проект, он с учетом всех действующих норм СНИПов и так далее, он разработан правильно. И он никак не повлияет на его функциональность. Значит, по данным экологии мы явились предприятием третьей категории, которая не подлежит согласованию вот этих рабочих моментов, именно проектной документации с департаментом экологии. То есть, у нас выбросов нет. И мы тогда говорили, сейчас говорим, что то, что нами сделано, нами сделано лучше, чем было. То есть, мы убрали весь мусор, всю грязь и облагородили это. Почему? Я ответил. Оппоненты наши говорят, что, ребята, ну вам сначала давали под базу отдыха. Но, извините, Каспийская водная инспекция посчитала, что невозможно строительство базы отдыха. Соответственно, мы продолжили реализацию проекта именно как берегоукрепление строительства пирсов и пляжей. И сейчас нами реализован проект именно в виде пляжа и пляжной инфраструктуры. То есть, что подразумевает пляж? Если это была бы база отдыха, я как уже говорил, да, санаторий, профилакторий, лечебницы, здравницы, какие-то капитальные строения. Мы от этого отошли. Ладно, нет, не быть там базой отдыха. Пусть это будет пляж и со всей инфраструктурой. То есть, шезлонги, различные зонтики, какие-то, так скажем, сооружения, которые могли бы послужить прикрытием от постоянного солнечного света. Это какие-то беседки, домики для отдыха, для приезжих, где можно остыть, как говорится. Это тот же помещение, где можно смыть себя воду реки, соответственно, чистой водой. Можно попить чай, отдохнуть просто-напросто. Может быть, вдруг кому-то стало плохо, там есть домик, где медик постоянно дежурит. Это вышки для спасателей. Это вдоль пляжной зоны, естественно, прогулочные пешеходные дорожки, тротуары, где можно просто походить, погулять, подышать, свежий воздух, посмотреть. Наши оппоненты говорят, что там вырубались деревья. Извините, какие есть к этому аргументы? Что было ранее, вырубались деревья? Какие там были деревья? Есть фото, на которых видны, так скажем, пирсы наших соседей-смежников. Вот они металлические. Я думаю, тоже мы это отдельным кадром покажем. Значит, поросль, растет поросль на берегу. Это то, что мы оставили в итоге. То, что было убрано, это была прогнившая внутри сердцевина деревьев. Это была осина, тополь, которые из-за близости к воде, вот именно они были подвержены вот этому постоянному разрушению сердцевини. Они были очень такие недолговечные. И их стволы, их ветки, они постоянно были хрупкими, падали на соседние дома, в воду, в реку. То есть, было опасно вообще реально там находиться. И говоря о том, что мы срубили там многовековые деревья, это, конечно, все обман. Это обман, это введение в заблуждение. Может быть, от силы мы убрали 10, 10-12 деревьев. Но вместо них, понимаете, посажено на протяжении всего этого периода порядка 460 различных деревьев и кустарников, завезенных с Пермского края, насколько я понял, с Томска. Именно с районированных таких мест, где вот для нашего климата приспособлены, это и пихта, и лиственница, и сосна, и береза, и клён, ясень, дуб. То есть, там большая разновидность этих деревьев, кустарников, можжевельников в том числе, которая облагородила весь этот парк, реально туда заходить очень приятно. Там и ели различные ёлки. Далее, доводы, которые приводят наши оппоненты, в частности. Они говорят о том, что в решении Верховного суда, которое вышло 6 сентября 2022 года, вот я его взял с собой, прямо указано, что необходимо отменить постановление Акимата в 2020 году о выделении нам под авиационный проект вот этого земельного участка. Причина, по которой это решение было принято, в следующем. Дело в том, что обратились иском в Верховный суд наши соседи-смежники. Румянцева, Копняева, Нурмагомедова. Ответчиком в данном случае явился Акимат города Уральска, который вынес это решение. Суд прямо усмотрел нарушение в действиях Акимата в плане несоблюдения процедуры, процедуры, другими словами, порядка выделения земельного участка. То есть инженер-землеустроитель, когда делает землеустроительный проект, он должен убедиться в том, что на данном участке, который предоставляется под авиационный проект, отсутствуют какие-либо сооружения, ограждения, либо кем-то самовольно захваченные участки, как у нас в данном случае произошло. И проводя границы выделяемого земельного участка под авиационный проект, под наш парк, он должен убедиться, если имеют место эти нарушения, то принять меры к тому, чтобы изъять посредством местных исполнительных органов эти земли из незаконного владения, потому что это государственные земли. Их необходимо изъять, снести все сооружения, все заборы, ограждения, и потом уже объединить их в общую земельную массу и предоставить уже, в частности, инвестору. Этот порядок закреплен в 36-й статье земельного кодекса, а также в 164-й статье. Говоря о том, что мы должны, ввиду того, что отменены постановления Акимата города, освободить землю, снести... Он обязан был освободить, снести все, что он построил. Все существующие строения и сооружения. Опять обман. Фейк. Сплошной фейк. Я вижу, что именно в этом YouTube-ролике 100% — это введение в заблуждение. Почему? Обосновываю. Определение Верховного суда от 6 октября, которое разъясняет решение, состоявшееся месяцем ранее, 6 сентября 2022 года. Черно по белому написано. Вопросы об изъятии земельных участков, сносе строений и любых других последствиях в рамках заявленного иска судом не рассматривались. И из постановления Костационной коллегии от 6 сентября 2022 года такие последствия не вытекают. Опять, ну почему наши оппоненты говорят, что мы должны что-то снести? Нет такого решения. Обман. Обман и введение в заблуждение. Что же было в этом решении Верховного суда? В чем нарушено? Какие причины? В одном из своих выступлений госпожа Клёнина, которая является адвокатом, защитником наших соседей, говорит о том, что мои подзащитные не допускали самозахвата. То есть, на чем основывается это суждение? Я считаю, опять это не совсем соответствует действительности. В решении Верховного суда прямо указано, причем неоднократно. Зачитываю и это все, то есть я выложу для всеобщего ознакомления. В суде первой инстанции, вышеуказанный специалист, имеется в виду специалист НАО, Государственная корпорация правительства для граждан, при разработке землестроительного проекта. Специалист пояснил, что факт наложения по фактическим границам означает то, что во владение АОСПК АКЖАИК, то есть тот орган, от которого мы получили землю уже на правах аренды именно для осуществления институционного проекта по совместному договору с ними, предоставлен участок, фактически огражденный другими пользователями – Румянцевой и Нурмагомедовой. При этом границы фактического пользования выходят за пределы границ государственных актов. Первый факт – описание самозахвата. Второе. Дополнительные земельные участки, на которые претендовали истцы, в данном случае Румянцева, Копняева, использовались ими самовольно. Второй факт описывается. Третий. До решения Верховного суда были два решения местного уровня, то есть суды первой и второй инстанции. Верховный суд, рассматривая, в частности, их выводы и суждения, ставит в укор им, что судом ранее не дана надлежащая оценка тому обстоятельству, что при условии самовольного захвата земельных участков истцами, вот четко, да, ну как тут по-другому истолковать, ответчикам в лице Акимата не приняты меры, предусмотренные пунктом 2 ст. 164 прим. 1 земельного кодекса, а именно истребование самовольно занятых земельных участков. Ну, я думаю, излишни другие комментарии, да, доказательства того, что факт самозахвата установлен в Кассационной коллегии Верховного суда Республик Казахстан и 6 сентября в постановлении этого суда. Это все описано. Поэтому говорить о том, что самозахвата не было, но это как минимум уводить от истины те проверяющие органы, местные исполнительные органы, которые должны принять меры, согласно вот этим решениям, вынесенным Верховным судом, меры по изъятию земли из незаконного владения, то есть государственной земли из владения самовольно захвативших ее людей, да. Посмотрите, жители села Октябрьска собрались по инициативе наших оппонентов, да. Они уже, госпожа Клёнина, вот там выступает в этом ролике и постоянно говорят о том, что блоки были размещены на реке. Всем известно, было затоплено 20 фундаментных блоков. А сейчас вот ПСП «Серик» опять-таки на реке какие-то организуют мероприятия по рыбному хозяйству. И ему согласовывают здесь разведение рыбы. То есть, понимаете, создается впечатление, что все, что происходит вокруг, да, в этой зоне, то есть все грехи человечества вешаются на ПСП «Серик». Это понятно, что кончаются какие-то доводы, да, и начинают включаться эмоции. То, что на реке сейчас, на реке Чиган, обустроено садковое, карповое хозяйство, да. Там пять садков, мы это видим, естественно, мы знаем, что это происходит. Но поверьте, я еще раз официально всем говорю, ПСП «Серик» к этому отношения не имеет. Но если данный вид деятельности прошел, соответственно, решительное согласование, если в плане экологии, в плане там санэпидсостояния, да, все предусмотрено, но почему бы нет? Почему большинство людей, единицы, я бы сказал, да, они принимают во штыки, да, в штыки именно то, что происходит в плане развития. Мы реально вот боимся каких-то новшеств, каких-то нововведений, боимся того, что произойдет что-то такое, что помешает нам, любимым, как-то спокойно отдыхать в тишине. А сейчас говорить о том, что после того, как мы обустроили облагородительную территорию, там какие-то запахи, да там мало того, что запахов нет, там полностью выведен гнус. То есть мы обрабатываем все, обрабатываем специальными реагентами, которые не влияют на экологию и, соответственно, никак не повлияют на здоровье человека, потому что это, ну, общепризнанная практика, и мы не стараемся в этом экономить. Сам хозяин нашего инвестиционного проекта, да, руководитель, генеральный директор ТОПСП Серик, Мергалев Сергеев, живет непосредственно вблизи к социал-парку. У него маленькие дети, да, и он сам переживает за это и жестко спрашивает за состояние экологии в этом месте, да. Там применены все возможные инновации для того, чтобы очищать воду. То есть вот эта аквакультура карповых пород, озерцо, которое вы видели, на котором домики стоят, да, неоднократно об этом упоминалось, в нем применена инновационная израильская система, многоступенчатая система очистки. То есть оттуда вода берется насосами, подается наверх, и наверху, значит, специальный канал, в котором стоит камыш в ящиках специальных, да, там щебень, и сквозь камыш и щебень проходит вода. Проходя через этот камыш, камыш этим тоже питается, да. Камыш тем самым забирает все эти загрязнения, и очищенная вода, проходя через вот этот канал, она возвращается опять в это озеро. И эффект от этого просто, это надо видеть, колоссальный. Мало того, тот аттракцион Горка, о котором тоже многие говорили, он постоянный ток воды. Вода берется из водоема и создается ток. Если ранее на этом участке, да, было зацветание, потому что была стоячая вода, сейчас благодаря этому току увеличилось кислородное насыщение воды, и там постоянно, то есть чистая гладь, там реально красивая, голубая, лазурная вода. То, что было ранее, что есть сейчас, оно просто земля и небо, оно несравнимо. Тот эффект, который мы привознесли, реализовав эту идею организации зоны отдыха, все-таки мы наставим на том, что инвестиционный проект называется «Зона отдыха», а «Берегоукрепительная работа», ну это из ранга благотворительности. Что инвестор, как предприниматель, может получить с «Берегоукрепления»? Ну ничего, а «Зона отдыха» мы должны как-то компенсировать. Но не эта сама цель. Понимаете, те деньги, которые туда вложены, а вложено уже более двух миллиардов тенге, они будут возвращаться долгие-долгие годы. И идея генерального директора нашей компании не в том, чтобы заработать с этого, получить прибыль, коммерческую выгоду. Нет. Ощущение как наших жителей, жителей города, области, так и гостей, которые к нам приезжают с других регионов, даже с России, других стран, оставить приятные воспоминания о том, что в Уральске есть хорошие места, красивые парки, облагороженные, в которых приятно отдохнуть, походить, просто подышать свежим воздухом, полюбоваться на эти растения, посмотреть на то, как радуются дети, как радуются те, кто посещают этот парк. Действительно, таких мест у нас очень мало. И хотелось бы их больше. И я уверен, что те люди, которые единицы, которые против, они в конечном итоге поменяют свое мнение, свое отношение к этому. И тоже вместе с нами, наверное, будут получать тот позитив, который получает 99,9% тех, кто в нашем парке был, и которые постоянно нас посещают. Много можно говорить об этом. Все те нападки, которые здесь озвучены, в этом ролике на YouTube-канале, они все беспочвенные. Это сплошной фейк. Это просто уже отсутствие аргументов. Уверен, что все это в скором времени. Вот поверьте мне, в скором времени будет оценено совершенно по-другому. Здесь дети гуляют. Здесь люди живут, скотину держат, курей держат, коров держат. Еще один интересный фрагмент. Одна из жителей села Октябрьска, наверное, негодуя насчет того, что там на реке садковое карповое хозяйство развивается, говорит сначала о том, что мы отпускали детей, чтобы дети там плавали, купались. Хоть там и неорганизованное место, если кто был на том берегу, знает. И при этом она же говорит, что у местных жителей разводят скотину и так далее. То есть водопой, скотина приходит, там пьет, то есть, извиняюсь, там она испражняется и так далее. То есть это все происходит в одном месте, возле непосредственно вот этого садкового хозяйства. И это нормально, что дети ходят купаться туда же, где скотина, там водопой, да. Там невозможно подойти к реке, по большому счету, не то, что нормально искупаться. Ну, то есть это ли не является антисанитарией, это ли нормально в плане того, что там не то, что купаться, да, там, когда купаешься же, вода может попасть, да, в глаза, там, в рот и так далее. То есть и мы говорим о том, что парк, где все облагорожено, где песочек, где классные условия, да, где вода очищается, это хуже, чем то, что есть на том берегу. К чему вообще эти вот размышления? То есть я говорю, опять заканчиваются у людей аргументы, заканчиваются, они уже включают эмоции. А некоторые люди у нас ходят за водой на речку. Вот честно говоря, ну ни разу я не видел, чтобы за водой на речку в Чиган ходили у нас поселок Октябрьский, полностью центральное водопоставление, у них скважина находится внутри поселка, между Джамбулом и Октябрьским. Центральное водоснабжение, плюс есть скважина на каждом участке, чтобы кто-то за водой на речку, но это совершенно не соответствует. Это все, то есть фейк. Юридически эта земля уже государству принадлежит. Вот момент тоже. Да, после отмены постановлений Акимата эта земля перешла в государственную собственность. Но мы, естественно, не можем просто так взять и все снести, потому что нашей вины, вины инвестора, ни разу ни в одном суде не было озвучено, что в чем-то наша вина, наше упущение. Есть вина местных исполнительных органов в нарушении порядка и процедуры предоставления нам земельного участка. Мы вложились туда, огромные деньги вложили, и, соответственно, мы должны эти деньги либо получить от, так скажем, тех, кто виноват. То есть это ущерб для нас. А кто виноват? Если местные исполнительные органы, ну хорошо, тогда, получается, из бюджета будут нам эти деньги возвращаться, если заставят нас снести. Хотя, еще раз повторюсь, ни одного решения о сносе об освобождении этой земли пока еще нет. Если оно случится, да, это будет для нас ущерб. Кто будет возмещать ущерб? Бюджет? Но бюджет это что? Бюджет это деньги, которые аккумулируются именно от налогоплательщиков. Соответственно, мы с вами, да, народ, будем страдать из-за действий местной исполнительной власти. То есть мы своими деньгами, их ошибки будем оплачивать. Это, ну, нонсенс. Так не должно ни в одной цивилизованной стране такого не происходит. И, соответственно, я думаю, не должно так быть. Это же не соответствует логике, как минимум. В завершение, да, вот я бы мог зачитать те слова, которые прописаны в той же постановлении Верховного суда 6 сентября. В нарушение норм действующего законодательства местные суды, установив по данному спору грубые нарушения, допущенные местными исполнительными органами в лице Акима по процедуре предоставления прав на исправшего земельный участок в вынесении оспариваемых решений, не признали оспариваемые постановления, незаконные в полном объеме. То есть суды 1-2 инстанции, даже они на том этапе судебных производств выявили грубые нарушения, допущенные местными исполнительными органами в лице Акима. И Верховный суд это еще раз признал. Ну то есть я считаю, что Верховный суд правильное решение принял. А местным исполнительным органам надлежит во исполнение этого решения принять новое решение о выделении данного участка заново, чтобы не нарушить ничьи права. Изъять из незаконного владения участки, которые самовольно захвачены нашими соседями-смежниками, объединить это все в одну государственную земельную массу и предоставить ее уже в виде нового земельного надела инвестору для реализации инвестиционного проекта, который был защищен на РКС и который до сих пор не отменен. Ну и ко всему прочему хотел бы добавить, что у нас накопилось очень много фактов, фактов фальсификации тех сведений, которые наши оппоненты предоставляют в государственные органы. просто при составлении каких-то обращений к гражданам, гражданам города, области. И зачастую там, к примеру, звучат призывы к тому, что можно ли использовать ваши подписи, когда мы будем готовить какие-то петиции, либо обращения. Ваши подписи, которые стояли под другими документами, мы бы хотели использовать под новой петицией. Я сейчас собралась отсылать президенту и хочу у вас спросить, можно ли ваши подписи прикрепить к этому заявлению. Много-много таких интересных моментов, которые, я думаю, оставим на потом. Будет интересно, уверен. Продолжение следует, поэтому увидимся еще, я думаю, неоднократно. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.